Я автор и исполнитель, как мне кажется, самых лиричных и душевных треков на этой земле. Катечка, Катюш, никто тут будет тебя на руках носить? Давай, давай. Парни, такие еще ранимые парни, с разбитыми сердцами. Они все и слушают мои песни. Меня один мой знакомый батюшка уговаривает на исповедь прийти. Но я говорю, господи, батюшка, вы же со мной потом общаться не будете. Не могу, простите. Мне воспитание не позволяет. Всем привет. Меня зовут Лил Кейт. Мне 34 года. Я автор и исполнитель, как мне кажется, самых лиричных и душевных треков на этой земле. Пишу тексты для своих песен сама. Музыкой занимаюсь сложно почитать. Еще со студенческих времен, в общем, лет 10 точно. Может и больше. Смотрите, самый первый мой альбом был I'm Star For You, назывался «Для тебя звезда». По-моему, он выходил, господи, с датами проблемы, не помню. Ну, ребят, найдете там в интернете. Последний альбом называется «Ремейк», который вышел во времена карантина в прошлом году летом, год назад. Но такой он самый душевный. Если вы хотите сразу понять меня, мою сущность, мою душу, послушайте альбом «Ремейк». Вам все станет ясно. Вы влюбитесь. Я уверена в мои песни. Ну, и в меня, может. Да, у меня есть несколько фитов, которыми я прям горжусь. Это фит с Бастой и со Смоки Моа. А горжусь я ими, потому что мне они предложили их сами. Не пришлось никого упрашивать, ребят, понимаете, да? Поэтому слушайте тоже. Со Смоки у нас вообще очень много песен. И самые они мои любимые. Как-то мы прям совпали с ним энергетически, что ли, так. Вот такие есть фиты, ребята, слушайте. Также есть фит с Крафтсом. Недавно вышел у меня песня «Мне кажется». Обязательно к прослушиванию. Рекомендую. Что происходит с музыкой сейчас в России? Ребят, да все нормально, все отлично. Самый популярный жанр, как был, так, мне кажется, и остается. Это рэпчик, хип-хопчик. По крайней мере, для меня точно. И многие сейчас все почти рэперы. И девчонки, и парни. Поэтому, мне кажется, очевидно, что самый популярный жанр – это рэп. Сама я слушаю больше, вы знаете, вот по настроению. Я люблю открывать топ-чарты. Сейчас это опять Испания. Джу-ля-би-бэйби. Слышали этот трек? Очень крутой трек. Ну, да и много у испанцев, кстати, крутых треков. Недавно это были немцы, немецкий рэп, французский рэп я очень люблю. Я, в общем, слушаю и чему-то учусь, наверное, вдохновляюсь и впитываю это в себя. Но, опять же, моя любимая музыка – это все лирика какая-то. Что-то меня должно цепануть. Это, может быть, не обязательно рэп. Что-то вот до сердца дойдет. Все, она навсегда во мне, значит, попали. Так, ребята, давайте посмотрим, что у меня есть в плейлисте, что я недавно скачала. Если вас интересует из русских, вы не поверите. Совсем недавно я скачала песню «Рок острова. Ничего не говори». Посмотрела сериал «Мир, дружба, жвачка». Просто пушка сериала. Посмотрите все. Там два сезона на одном дыхании. И саундтреки к этому сериалу очень старые. Вот, кстати, про 90-е годы хочется сказать. Мне кажется, что вот эти русские песни в 90-е сейчас как-то слушаешь по-особенному. Поэтому вот у меня «Ничего не говори». «Рок острова» из русских. Крафс и Дима Пермяков «Выпускница». Песня «Пожалуйста». Земфиры альбом. Земфиру люблю очень. «Лимба» «Синей фиалки» вот песню нашла. Она мне нравилась. «Маркул. Последний билет», например. Все, что здесь, это значит, мне когда-то очень сильно нравилось на сегодняшний день. Вот я лично всегда фанатела по Линде. Мне Линда безумно нравилась. Я ее даже копировала в детстве. Смотрела ее клипы. Вот это «Я ворона». Вот это вот все мне так нравилось. Как она закатывает немножко глаза наверх. Я делала так же в детстве. Вот, ну и до сих пор она мне. Вот ее те треки старые. Очень люблю их. Вот она прям вот сразу сходу могу сказать «Линда». Чуть-чуть, может, где-то даже на меня повлияло как-то, может, на мое творчество. Где-то я слышу «Ага, тут чуть-чуть от Линдочки я взяла, походу». Так что, Линда, привет тебе. Ты крутая. Родители мои обычные, простые, очень хорошие люди. Добрые, любимые. Они поддерживают. Да, но сейчас уже как-то так проще они уже относятся. Ну как? Ну типа, а, вышел трек, классно. Поздравляю. Это первые самые треки. Я прям отсылала, чтобы они послушали. Послушай, пап, мам. Сейчас уже нету такого. Как-то все привыкли. А, опять там что-то выпустила. Ну, клево, да. Ну что они могут сказать? Но у папы иногда критично, конечно. Что-то какое-то слово не по-литературному. Так нельзя говорить, так не говорится. Я думаю, господи, пап, у меня говорится? Вот и порешали. Вот так. Насчет мата. В жизни очень приветствуется. Ну, то есть как приветствуется? Не то, что разговариваете на мать. То есть в жизни я ругаюсь матом, да. Че скрывать? Люблю. Особенно в дороге, когда я за рулем. О, это вообще. Тушите свет. Но в песнях, вы знаете, это точно не хайп. Вряд ли. Ты там прям материшься всю песню. О, и она залетит там в чарты. Точно нет, ребят. Успокойтесь, не надо так делать. Одно какое-нибудь словечко, возможно, где-то подчеркнет вот эту вот яркость, вкус, даст. В куплете, в припеве, возможно, там. Даже сейчас хотела это слово произнести, но не могу, не могу себе позволить. Можно? Не могу. Простите. Мне воспитание не позволяет. На камеру еще. В принципе, я ровно отношусь. Кто-то, если кому-то нравится, матерится в песнях. Ребят, ваше дело. Но слушать для меня это немного не мое. Чуть-чуть иногда где-то вот словечко приукрасить, чтобы. Окей. Ой, лидер мнений. Это вообще не про меня, мне кажется, потому что я весы, конкретные весы. И мое мнение, оно вечно, я послушаю одну сторону, пойму, приму какое-то, приобрету какое-то мнение, послушаю другую сторону, тоже будет мнение, только уже другое. И лидер мнений, мне кажется, вообще таких нету. Ну, лично мое мнение. Потому что сегодня они думают так, завтра они могут вообще передумать. Как ты можешь быть прям, особенно сегодня, в чем-то уверенным на 100%. Не знаю. Лидер мнений. У меня такого нету. И я вряд ли для кого-то таким. Ну, может быть, друзья где-то прислушиваются. Но и только. Лидер? Нет. Вообще какое-то слово? Лидер. Это какой-то лидер, вожак там. Ну, не знаю. Испытаний очень много на пути артиста. Мне кажется, это подтвердит каждый артист. Слушайте, там вот начинается все от того, что какой ты никчемный и все твои песни говно, до какой-нибудь депрессии заканчивая. Ой, это так вот с периодичностью. Блин, ты никому не нужен. А потом вроде бы хоп, и что-то нормальное. А потом опять это как на горках американских. Взлет и падение. О, тут сделал фит крутой. А потом проходит. Все так на эйфориях каких-то, на эмоциях. Люди творческие, эмоциональные очень. Сегодня им кажется, что все классно. Завтра можно проснуться и подумать, о, господи, все эти песни какая-то полная. Все, надо что-то другое делать. Так, что там в чартах? Тоже полное. Смотришь и думаешь, господи, ты точно никогда туда не попадешь, потому что ты такой точно не будешь делать. А у тебя совсем другое. Ну, много всяких препятствий. Просто настроения разные. Препятствия. Какая-то конкуренция. Вот это все туда же. В ту же стопочку. Конкретные примеры. Ну, вот была я на Газгольдере, например. Да? Полтора года, наверное. Ну, и у тебя ожидания одни, что вот все, ты в таком мощном лейбле. Я просто думала, себе немножко все иначе это представляла. Когда ты уже варишься в этом, понимаешь, что Катюшка, Катюш, никто тут там не будет тебя на руках носить и говорит, давай, давай, вот у тебя песня есть, о, а давай ему сейчас ее, хоп, и она на первое место встанет. А где-то, где-то рядом такие были ожидания в голове. Ну, естественно, ты потом понимаешь, что были там даже такие люди, которые могли сказать, это вообще что-то такое принесла. Это вообще, что за песня там, кто-то там из менеджеров. Это точно нет, это нет. И ты такой, господи, ты ужасный. Но на самом деле это все закаляет, заряжает. Ты можешь быть и прав, а потом ты слушаешь, думаешь, господи, слава богу, они не разрешили мне выпустить вот эти треки, потому что они и правда. Ты же всегда, когда создаешь что-то, ты думаешь, что это невероятно, самое крутое. Нету больше такого нигде. Но это же тоже не так. Проходит время, ты такой слушаешь, думаешь, слава богу, мы это не выпустили. То есть это такая школа, газгольтер, сильная для артиста, мне кажется. Особенно не для популярного какого-то. Привет, газ. Love you. Люблю вас, честно, от души. Ну, вот такой, например, пример. Без лейбла, но выпуская свои песни и на Atlantic Records. Просто как дистрибьюторы они выступают и на Warner Music. Имели опыт. В принципе, на газгольтере. Также могу выпустить и с кем-то фит из артистов с газа. То есть да, так в свободном полете и прекрасно себя чувствую. Так, я есть во всех социальных сетях. А нет, вру. Наверное, не во всех. Я забыла про одноклассники. Такое всякое. Я есть в ВКонтакте, в Инстаграм. А, ТикТок. Ну, в ТикТоке я тоже есть, но у меня не получается вести ТикТоки. Я не знаю. Я не умею. И вообще, я бы так хотела там снимать эти видосы. Может быть, я не понимаю просто пока. Это чуть-чуть, чуть помладше, мне кажется, возраст. Хотя и нет. Там же есть и взрослые люди. Не знаю, в общем, пока я не понимаю ТикТок. В Инстаграме я залипаю чаще всего. Инста. Это такое прям мое любимое времяпрепровождение. Как многие думают, но нет. Там, например, мы парили. Но нет, нет. В Инстаграме я чаще всего. Ну, в ВКонтакте, конечно, когда релизы идут. Тоже там есть официальная группа. Заходите, подписывайтесь. Lil Kate. Найдете, в общем, ребят. Я не сомневаюсь. А, интересненько. Ну, вот сегодня я, например, прочитала. Мне очень часто пишут про мои треки. Как они помогают людям. Спасибо. Это так в тему. Я только что там не рассталась. Или я только что влюбилась. А еще больше всего приятно, что... Как-то я всегда думала, что я такая больше женская. У меня аудитория. На самом деле нет. Парни, такие еще ранимые парни. С разбитыми сердцами. Господи. А вот они все и слушают мои песни, там, знаете. И когда и влюбляются, и расстаются, там же есть разная тематика. Парень написал, чтобы я ни за что не прекращала писать треки. Потому что жена его просто писается кипятком от прослушивания моего трека, моих треков. И они делают ремонт в доме. И им обязательно вот нужны прямо эти песни. И делай, делай. Ну, такое там что-то про... Да, кипяток. И там много таких еще странных предложений. Не, ну, это прикольно. Я читаю, улыбаюсь. Никаких там голых пиписек мне не шлют. Ну, если вы там... Я часто это слышу, что многим присылают. Нет. Ну, кстати, может быть, там же ты же сначала даже не понимаешь. Это тебе надо открыть. А вот эти вот изображения, которые... Как там написано, небезопасно, да, открывать. Я не открываю. Я реально боюсь увидеть такое там что-нибудь. Ой. Не, ну, правда. Я боюсь. Ну, не то, что я как бы не видела, ребят. Ну, хорош. Просто чужих. Зачем это? Понимаете? Не присылайте. Не надо. Я все равно не открою. Понятно? Вот скажите, странно. А многие прям говорят им, ой, только все в членах. Открою директ, и все там в пиписках. Я думаю, господи, ничего себе. Ну, думаю, может, даже со мной что-то не так. Но, может, я не такая популярная еще просто. Ой, опять же, по настроению. Знаете, в бан я отправляла, конечно же, людей. Но, опять же, вот потому что не попали они в мое настроение. Какой-то написали фигню там что-то. Ой, было лучше. Вообще, а фу, что-то запела. Ты раньше читала, было клево. Думаешь, господи, отвали. Вот так вот все, в черный список. Отстань. Тебе вообще, значит, не сюда. Или там. Ну, а когда прям хейтят. У меня нету таких злостных, кстати, хейтеров. Спасибо вам за это. Но они же тоже как бы дают тебе такую некую популярность. Вы знаете, они тоже нужны хейтеры, на самом деле, артистам. Пусть там болтают, что-то копошатся, разговаривают про тебя. Зато не забывают. Всегда ты как бы на слуху у людей. Но у меня их мало. Ну, я отношусь к критике нормально. Раньше сложнее было. Сейчас уже нормально. Сейчас опять вот по настроению. Раньше меня это прям трогало и переживало. Я думала, вот, представляешь, мне написали такую там гадость, что эта песня говнищая. Ну, я прям, да, у меня это теребило душу. Ну, сейчас я понимаю уже как-то, может быть, с возрастом и с опытом, что, господи, сколько людей, сколько они, блин. Ну, и зачем мне прям всем нравится? Ну, понятное дело, что такого не будет ни с одной песней, наверное. Хотя я бы хотела написать такую песню, чтобы любой человек на земле, кто бы ни послушал, был прям вообще в восторге и весь в мурашках. Такую хочу. Наверное, ее нет пока. Ну, об этом напишите в комментах под видео. Про образование. Нужно ли оно сейчас, в наше время? Честно говоря, я не знаю. Ну, отучилась я. У меня есть высшее образование, клинический психолог. Я по образованию. Ну, ребят, видите, да, что... Я обещала всем преподавателям там, что, поверьте, я не буду работать психологом. Поставьте мне зачет там или... Я вам обещаю. Она говорит, обещаешь? Я говорю, обещаю. Она такие, все, тогда ставим, ладно. Видите, дала обещание и сдержала. Ну, это как школа вторая, мне кажется. Либо надо получать образование высшее, когда тебе уже вот 30 лет. Когда, ну, примерно там за 30, около 30 лет. Когда ты уже реально понимаешь, что ты хочешь. А ты вышла после школы, ты еще не понимаешь. А многие же еще так, о, там есть бесплатное, давай-ка ты будешь этим. Зато у тебя будет высшее образование. Сейчас вот молодые, они сразу уже со школьных времен начинают вести блоги, зарабатывать, тиктоки. Им это пока не надо. Когда они уже подрастут, я думаю, они поймут. Я хочу работать там в рекламе. И пойдут отучаться. Не надо им эти 5 лет тратить. Мне так кажется. Два-три года там же сейчас какие-то курсы обучающие. Не знаю, честно говоря. Я вот сейчас скажу, что не нужно. Я кто-то такой, о, она сказала, не надо. И я не пойду. Но так не надо делать. Просто подумать надо, с кем ты хочешь быть. Чем ты хочешь заниматься. Просто ради образования я сейчас понимаю, что, конечно же, не надо. Как у нас это было, например. Что вот обязательно школа высшая. Ты что? Насчет тикток-домов. Так как я вообще не в теме тиктока, я особо... У меня есть какие-то знакомые, кто очень хорошо там в тиктоке шарит. Но в тиктоках, в тикток-домах, в тиктоках я не была. Не знаю, это вряд ли школа. Это, наверное, просто как общага от школы. Общага от университета. Вот они все вместе там живут. Им клево. Но, опять же, это доборы до времени. Мне кажется, многие причем там ребята, да, уходят из этих домов, понимая, что они не могут в этом. Все же разные. Это пока на эйфории вот этой популярности, что мы будем шать от ней без родаков. Тусовка. Это поначалу клево, а потом ты врубаешься, что не так, что это и классно. Возможно, возможно, я бы хотела к ним в гости кому-нибудь прийти, посмотреть, как они там живут. Но мне кажется, мне это так все понятно. Я просто не хочу сейчас говорить, что я не хочу к ним в гости, не хочу в тикток-дом заявиться. Просто вдруг потом мне захочет, или он кто-то позовет, а потом увидит это интервью, да, и будут вопросы. Не надо нам этого. Да нет, я к ним нормально отношусь, просто это чуть-чуть не моя, видите, тема, движуха. Я бы даже, может, и хотела уметь это все снимать. Я правда просто не понимаю, что там, открывать рот под песни, либо я, у меня есть тикток, я заводила, до сих пор она есть, страничка, но там я просто какие-то свои песни, лайвы выкладывала, что-то там смешное. Не знаю, пока не поняла. Я вот потихоньку интересуюсь, но не с интересным, не с большим интересом. Я курю траву, шучу. Я курю Айкос. Раньше я курила сигареты. Давно уже перешла на Айкос. В общем, никотин. Никотин мой такой грешок. Люблю покурить. А, ну, еще я пью. Я алкоголик, и это тоже шутка. Нет, я люблю очень вино. Подождите, это так выглядит, да? Как будто я такая люблю вино. Но я люблю иногда выпить бокальчик красного, знаете? Взять бокал красного, взять Айкос, стики, и пойти на студию и писать трек. Вы знаете, это... Ничего лучше нет. Я шучу. Не, ребят, все в порядке. Но правда, я могу выпить алкоголь, я ничего против не имею. И в нормальных количествах, да? Ну, и Айкос, никотин, сиги. Ничего больше, никаких наркотиков, ничего такого нету. Это, наверное, из детства. Я помню, как в 90-е там была вот эта тема. По телекам показывали, как вот раньше клеем дышали, да, вот у детей. Прям были передачи по телевизору. Мы мелкие, блин, нас папа берет, сажает перед телеком, говорит, вот, смотрите, что с вами может быть. И у меня настолько это засело, видимо, где-то на подсознании. И даже вот не пробовала. Ничего тяжелого. Оговорюсь. Но... Нет. Наркотики – это не моя тема, ребят. И вам не рекомендую. Зло. Наркотики – зло. Как у Дудя. Видели надпись? Вот. Пожалуйста. Он не врет. Блин, почему я так много болтаю? Слушайте, это все кофе. Поняли? А вы мне еще предлагали. Представьте, что сейчас было. Слушайте, я не знаю, наверное, покажусь кому-то странно и возможно. Меня почему-то вообще не трогает политика. Вообще не трогает. Мне вообще все равно, что там происходит. Я просто, честно, я не понимаю, зачем им это все надо? Знаете, как где-то кто-то написал, недавно прочитала, что в детстве он не понимал, почему нельзя напечатать много денег и раздать всем. Ну, типа, так. И он говорит, я вроде вырос, я до сих пор этого не понимаю. Я так же, если честно. Я не понимаю, почему. Ну, можно же все вроде решить. А почему-то не решается. Ну, я не разбираюсь в политике. Мне, наверное, туда вообще нельзя. Хотя, может быть, я что-то могла бы доброе сделать. Но, опять же, мне даже нечего, вот, представляете, вам сказать. Я верующий человек. Я верю в Бога. Но для кого-то, наверное, покажусь неверующей, потому что я не хожу в церковь постоянно причащаться, исповедоваться. Меня один мой знакомый батюшка уговаривает прям на исповедь прийти. Но я говорю, господи, батюшка, вы же со мной потом общаться не будете. Если я вам исповедуюсь, все расскажу, ну, вряд ли. Ну, вряд ли. Он говорит, ой, я такое слышала. Я говорю, да зачем? Не надо. Давайте оставим такие хорошие отношения. Ну, я верю в Бога. Я верю, что что-то по-любому есть. Иначе, я не знаю, как объяснить некоторые вещи какие-то. Ну, это точно не волшебство. Это какие-то высшие силы. Они точно присутствуют. Нет. Нет, вы знаете, это свадьба моего брата была. Там просто на фотке мы с пальцами, только с другими немножко, со средними. Ну, типа, мы против вот этого. Ну, как, не то, что против. Мы очень давно уже вместе живем. Наверное, так. Видите, даже мы не отмечаем. Мы такие странная парочка. У нас нет там годовщины сегодня. 11 лет мы вместе. Да, чуть больше, наверное. Ну, почти 12. Нам вот так по кайфу. Мы не женимся. Нас все спрашивают, почему мы этого не делаем. Почему у нас до сих пор нет детей. И вообще, разве это нормально? Почему вы 11 лет вместе? Слушайте, да, я считаю, что это нормально. Может быть, в этом и секрет. Ну, не торопиться никуда. Ну, придет время. Ну, пойдем распишемся. Хоть в 50 лет. Ну, то есть, если это надо будет кому-то, опять же, нам это не надо просто. У нас все прекрасно. У нас такой творческий тандем. Игорь, он звукорежиссер, битмейкер, саунд-продюсер. Он меня, простите, записывает песни. Мои и не только мои. Он с многими артистами работает. Его прекрасно все знают. Музыкальная индустрия. Игорь. Привет. Да. Да, я очень влюбчивая. Вы знаете, особенно вот со школьных времен. Вот этот вот до универа, до встречи вот с Игорем, я просто влюблялась постоянно. Вот эта влюбленность закончилась. Все, мне нужен следующий объект. Я вообще не понимала, как кто-то мне говорил. Да, мне никто не нравится даже. Что-то вот я что, как? Как ты живешь? Разве так можно? Мне казалось, ты обязан ходить. Не то, что обязан, но по-другому просто не получается. Ты должен быть в кого-то влюблен. Кстати, вот из-за этих влюбленностей, мне кажется, вся вот эта вот моя переживания, всякие были же расставания, переживания, безответная любовь, ответная любовь. Все это куча эмоций. Надо было куда-то вот мне выливать. И вот они сначала были стишочки, потом просто рэпчик на кухне, там всякие любовные такие песни. Ой, это так классно вспоминать. Ну, я считаю, что да, я вот такая должна быть постоянно в этом состоянии. В каком-то влюбленности. Так я уже люблю. Сейчас вот, если тогда это было, вот почти каждый день я влюблялась, то есть нигде долго не задерживалась. Так какие-то там романчики, либо их не было, просто вот это чувство влюбленности. Понимаете? Ни с кем вот долго я не была. А сейчас уже такая в гнезде остепенилась девчонка. А раньше вообще. Поэтому все спрашивают, как ты можешь писать песни, вот у тебя все вроде там в порядке. Да, ребят, у меня такой опыт просто, вы не представляете. Я столько раз влюблялась, я даже посчитать не могу. Всякое. Было сильные чувства. Были так себе. Просто интересно там. Ну, как бы, как без этого жить? Так, мое отношение к тюнингу. Значит, смотрите. Да, делала. Это губы. И то, господи, если бы мне сказали, что это капец как больно. Я два раза подкалывала губы, если честно. Открою вам такой секрет супер, да? Видите, они прямо лепешки, да? Но нет, я специально чуть-чуть, совсем верхнюю корректировала форму. Но первый раз, я не знаю, то ли это было неудачно, это было адски больно. Чтобы второй раз подколоть, я год, наверное, вот с этой мыслью ходила, что я бы хотела, но опять эту боль терпеть я не готова была. Но, слава богу, мне просто попался хороший, грамотный врач. Вот второй раз. Вообще ничего не больно. Класс. Ничего другое. Я мечтаю. Ну, как мечтаю? Опять же, у меня куча страхов на этот счет. Чуть-чуть нос, мне кажется, он, видите, широковат. Нет, ребят? Ну, посмотрите. Но немного. Мне кажется, поуже, может быть, надо было сделать. Но я боюсь. Я боюсь. Я знаю, что многие очень делали ринопластику. И есть и куча врачей хороших. Ну, я побаилась. Я боюсь, что, может быть, эти глаза будут еще больше на все лицо, нос уменьшится. То есть все как-то, может быть, будет непропорционально. Не знаю. Вы как считаете, мне надо носик сделать? Нет? Гармонично? Ну, на каких-то фотках просто я смотрю иногда, господи, какой огромный нос. Но это, мне кажется, у каждой девушки есть какое-то такое место на себе, где она его не любит. Хотя вокруг, возможно, его кто-то полюбит за вас. Девчонки. Не знаю, ваше дело, что-то делать, резать. Я тоже спокойно к этому отношусь. Если вы не боитесь, я просто балдею с вас. Думаю, ни фига. Вообще нет страха у некоторых людей. Думаю, блин, ложатся так спокойно, что-то там. Пилят, режут. Нормально. Но я просто трусиха. Вот губы единственные, ребят. Остальное все спорт. Все вот эти мускулы, все вот эти ногачные ноги, видите, да? О, Господи, что я несу? Просто это все спорт, ребят. Занимайтесь спортом. Ладно. Как можно? Подумаю, что я пьяная. Но это не так. Я за рулем. Татуировки, вот тоже, понимаете. Я очень хочу сделать тату. Опять же, либо какую-то мини надо делать, либо забиваться прям вообще побольше. Потому что одна она будет где-то скромненькая, ее даже никто видеть, наверное, не будет. Я бы очень хотела. Не знаю, когда решусь. Вот такая вся. Чуть-чуть из страхов. И не могу придумать, что. Есть какие-то идеи. Но я бы хотела уже какую-нибудь маленькую, может быть, вот тут полоску на шее, либо на ноге какую-нибудь полоску. Что это, может быть, геометрия какая-то будет, либо надписи. Не знаю. Ну, хочу. Посмотрим. Нету татушки ни одной. Хотела вот на пальцах недавно забить. И мне сказали, стирается быстро. Не стоит. Ну, окей, думаю. Видите. Сама судьба стопорит этот процесс. Вот опять это боль. Не могу терпеть. Мне кажется, я очень с низким пороком. Да, низкий это или высокий? Наоборот, низкий. Когда ты боль чувствуешь прям сильно очень любую всякую. Ну вот, может быть, выпью вина и пойду делать. Не пойду, значит. Ребят, я буду без татух. Я шучу. Я, возможно, если решусь, я сделаю. Ну, вот что-то такое минималистичное. Так, про деньги. Были всякие времена, особенно в студенческое время. Было все. Ну, как им справляться с трудными ситуациями? Есть друзья, кто-то там помог, занял что-то там. Ну, и вообще, я начала еще работать со второго курса уже учебы. То есть, постоянно где-то там что-то подрабатывала. Это и в магазине. Моя вот первая такая работа в Питере. Это продавец-консультант в магазине Adidas. Я помню свой номер, 8-8. То есть, там все по рации. Большой магазин такой прикольный. Ой, меня постоянно ставили в мужской отдел. Говорили, Катя, у тебя много там продаж? Иди. Я говорю, вопросов нет, ребята. Все, бегу. Да, потом и в ресторанном бизнесе работала, менеджером. Тоже так было непросто. И, ну, многое всякое было. Слушайте, деньги, я поняла сейчас уже, их надо просто получать и тратить. Тратите побольше денег, побольше будет приходить. Проверено. На опыте. На самом деле, не надо их копить, там, жалеть. Не, ну, может откладывать, да, там какую-то цель. Но, в общем, ребят, вот так вот раскидывайте, и вам обязательно прилетит обратно. Да. Сейчас подумайте. Это так выглядит, да, что я так кидаюсь там в ногами. Нет, нет. Так, в месяц. Ну, смотрите. Ну, достаточно много, я так не люблю об этом говорить, но я вам просто объясню, на какие расходы вы там можете сами посчитать. Вот это вот, мы снимаем дом, у нас собака, которая как ребенок, которая стрижка, мытье, вот это вот все постоянно, надо ей в салон ездить, да. Машина, то есть венц там. Ну, такие постоянные расходы, еда какой-то, шмот какие-то такие вот. Ну, сколько это надо денег, господи? Ну, я вообще, не знаю, мне может быть, это кажется, просто такое дело, знаете, ребят, деньги, такие суммы, там, для кого-то одна сумма покажется, господи, фигней какой-то. Для кого-то это будет офигеть, как круто. Не хочу я даже говорить, называть какие-то деньги, чтобы не вызывать к себе какое-то отношение, понятно. Да это по-разному, господи. Но, конечно, я одно могу сказать, миллионы в месяц я не трачу. Ну, пока что я не миллионер, но я стремлюсь к этому, чтобы всем раздавать тоже. Так, первая зарплата. Ну, это что-то было такое простое, так как я училась в университете, это, возможно, какие-то там еда, я не знаю, что-то в квартиру, в дом. Так, ну, вот такие вообще крупные покупки самые, это, наверное, вот две машины, которые вот сначала одна, потом вторую поменяла и такое. Даже не покупала никакую еще недвижимость свою. Все вот в будущем, наверное, такое из крупных. Ну, как-то я не упарюсь, я вообще думаю, что можно всю жизнь снимать дом, квартиру, такую, которую ты прям кайфовую. И живи, и наслаждайся, что тебе прям, не знаю, надо купить, потом 500 лет еще выплачивать, еще делать ремонт. Не знаю, может уже сразу красиво с ремонтом просто снимать, в аренду брать на долгий срок. Нет? Ну, каждому опять свое. Мне кажется, спокойно, можно и так. А, ну, может быть, серьезное извинение или такое легкое? Такое посерьезней, да? Ну, вот Игорь мой вот болел недавно. Ну, как недавно, уже давненько, конечно. Но я просто, вы знаете, да, когда мужчина болеет, ну, это вообще, это капец. Это все не то, все не так, это не хочу, это не... Вот такое вот просто настроение в доме. И, ну, бывало, я как бы срывалась, возможно, где-то я говорила, господи. Ну, и потом, естественно, я за это извинялась, понимая, что такое сейчас состояние у человека, да? Не надо, не кипятись. А, подождите, после этого уже куча раз была. А с извинениями? Ну, это опять же мои какие-то, может быть, психи. Это вот если только перед своим любимым извинялась, да? Чего уж тут, знаете, бывают ссоры, бывают. Ну, такие мелкие. Ну, извинюсь. Если надо, я как бы не буду ходить гордая. Ну, тем более, если, я знаю, да, я перегнула где-то. Чуть остыну, извинюсь. Такая я. Фитануть. Так. Ну, возможно, да. Прям, мне кажется, хорошие бы песни у нас получились бы с Хамалинова и, возможно. Неплохая бы у нас получилась бы песня. Вот с Джонни, я бы хотела бы с ним фит, но я понимаю, что мы не совпадем. Вот он так вот поет очень красиво. А у меня немножко другой, как бы, стилек такой. Ну, может быть, это как-то можно было. Вот с Джонни, может быть, ну, неплохо. Ну, опять же, я плохо представляю, но было бы неплохо. Можно было бы красиво что-то сделать. С кем еще из артистов? Ну, так как у меня есть уже... Нет, все, это вы режете. Я просто не хочу говорить с кем бы. Я бы хотела бы из рейтеров. Просто он сейчас услышит и потом такой, ага, вот она там. Хочет за мной фит хи**ей. Ну, может быть, а вдруг? Я же не знаю, что там у этих рэперов в голове, блин. Или там, кто с ней, да? Да нет, конечно, это тоже, пожалуйста, вырежьте. Не знаю пока. Ну, вот кто-нибудь вот Хамалинова и, возможно. Давайте переиграем. Я вообще поняла, что я вот так хочу, чтобы мне предлагали фиты. Я не хочу сама вот думать, с кем бы мне бы записать. А я бы хотела, чтобы мне поступали предложения в фитах. Вот от каких-нибудь даже великих и знаменитых артистов. Не хочется получать уже все эти отказы. Да я шучу. Нет, просто как будет. Это дело судьбы, я уже поняла. Стретимся, пообщаемся. О, может, сделаем? Давай сделаем. Вот так вот. Мне легче так. И все. А, а что тебе сейчас нравится? Мне очень нравятся люди с юмором. Мне нравится, когда все здоровы. И я знаю, что у всех моих друзей и близких все в порядке. Тогда и я спокойна автоматом. Мне нравится сладкое. Я люблю шоколадки всякие и десерты. Очень много. Извините, но вот. Да, видите, не спрятать, да, уже? Так, меня бесят. Меня бесят люди такие хитренькие, которые непонятные. Меня бесят, опять про людей, высокомерные. И меня бесит, когда я хочу сладкого, а его нет дома. Все. Наверное, вот. Но это первое, что пришло в голову. Представляете? О, Lil Kid через 10 лет – это такая крутая женщина. Вы себе не представляете. Она создала уже какой-то свой музыкальный комьюнити. Продюсерский, непродюсерский. Что-то будет такое у нее серьезное. Какая-то компания. А Lil Kid через 10 лет – это очень уверенная в себе женщина. Не то, что вот та 10 лет назад. Она красивая, она красивая, самодостаточная, уверенная и очень успешная женщина. Где-нибудь уже там живет на морях, отдыхает себе. И как бы все тут работает за нее. И как бы все тут работает за нее в Москве, там, в Питере. А она отдыхает просто и деньги только капают ей на карту. Но такая она будет, что? Что поделать? Извините. Так, сейчас лето. Что летом обычно делают? Пишут материал на осень. Я хочу в идеале снять клип за лето на новый трек. Также этот трек пойдет в EP-альбом, в котором будет 5-7 треков. Пока еще непонятно. Но это прям вообще в идеале. Боюсь всегда говорить о каких-то планах. Потом оно все, что-то там меняется. Типа, ой, всего три песни и клип там. Либо клипа нет, но песен 10. Ну, в общем, хочется осенью стрельнуть альбомчик вам в руки. И клип. Снять клип. Давно я не снимала видеоклип. Что-то хочется нереально крутое. Самое главное в жизни это, чтобы твои любимые люди были здоровы. И счастливы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok